Слава нашему Господу! Христиан, времена первых апостолов, у них не было Евангелия, у них не было на руках посланий апостолов. Ну, когда живые апостолы, то какие послания, да? Только нужно было увидеть живого апостола и послушать. Ну, или когда-то письмо какое-то пришло в церковь. А у нас сегодня есть полноценное Евангелие, и есть Новый Завет, и есть послания апостолов, учения апостолов. И мы можем укрепляться в вере, познавать Господа, становиться к Нему ближе и ближе, проходя через все трудности, скорби, переживая Бога, в радости также идя в небеса. Слава Иисусу! Пусть Бог нас благословит! Вот сегодня у меня есть на сердце поделиться такой мыслью. Вы знаете, Библия, она раскрывает нам, ну, как бы, таких, такое два положения. Благословение и проклятие. Вот мы очень часто, когда читаем Библию, мы сталкиваемся с этими словами. Благословение и проклятие. Вот что такое благословение? Благословение, или он говорит, благословенный человек. То есть, что это такое? Это когда в жизни человека происходит особое Божье действие. Или другими словами, когда рука Божья над этим человеком. Благословение – особое Божье действие в жизни человека. Вот там мы можем видеть, ну, вот, когда человек живет, и вот он действительно, ну, надо же, вот посмотри на него. У него такое благословение, он просто благословенный человек. Через него столько много добра приходит. И он имеет успех. И вот мы читаем в Библии, да, даже и материальный, и духовный, и, ну, такое, со здоровьем, такое благословение, одним словом, благословение. И мы тоже очень часто друг другу желаем благословения. Ну, мы не говорим там, ну, будь здоров, там, да, обычно будь здоров, когда чихает кто-то. Но мы обычно желаем, ну, будь благословен, желаю тебе Божьих благословений. То есть, мы действительно желаем этого, и мы говорим, произносим в чей-то адрес, чтобы в жизни человека пришло особое Божье действие. И это здорово. Ну, вопрос другой, конечно, благословение я или нет, это уже другой вопрос. Но есть также и другое понятие, как проклятие. Вот что такое проклятие? Проклятие – это обратное благословение. То есть, это особое дьявольское действие в жизни человека. Это из проклятия. Не просто несчастный случай. А у него вот вся жизнь, как дьявол просто схватил человека и тащит его. Я помню, в детстве у меня был друг. И вот постоянно у него какие-то приключения. Поехали отдыхать куда-то или навестить там свою сестру, всей семьей. Оставили газовую комфорку включенной. Квартира сгорела. Я помню, мы вышли, смотрели на этот пожар и полностью выгорел. То он куда-то, ну там, засунет куда-то голову, там что-то взорвется ему по носу. Ну вот постоянно вот какие-то вот беды, несчастья, приключения. То, что ни с кем не случалось, с ним случалось. Ну даже мальчишками мы катались здесь, ну хулиганили, катались на машину, цеплялись крюком и на машину. Ну вот втроем и едем, люк открытый этот, канализационный. Ну ни я там, ни другой, а вот именно он в этот люк. Вот постоянно с ним какие-то приключения были. Идем купаться, ну никто на гвоздь не наступит, он наступит. Вот постоянно что-то, там что-то взрывали мы, там корбит, ну не взрывается. Он пошел посмотреть, почему не взрывается. Голову засунуло, она как будто его ждала. Он голову засунуло, бах, и ему тут полноса рассекло. Ну вот такая вот какая-то жизнь, ну нет благословения, постоянно одни вот какие-то беды и несчастья. То есть человек как будто, ну не как будто, а вот живет проклятие. То есть действие дьявола, оно окутывает его. Мы видим это в Библии, мы видим. И мы также понимаем, что благословение, оно приходит в жизнь человека по милости Божией, но через что-то. А если быть точнее, оно приходит через соблюдение Божьих заповедей, через соблюдение Божьего закона. Мы читаем с вами в Ветхом Завете очень много, где Господь говорил, если ты будешь делать то-то и то-то, и поступать так-то и так-то, то благословляя, благословлю тебя. Ну и в другом месте дальше сказано, если ты не будешь это делать, то проклятие придет, и придет перечисление, и язва будет, и скотина будет умирать, и так далее, и так далее. Вот мы видим про это в Библии. Мы, конечно, как люди верующие, мы должны стремиться к благословениям. Мы должны просить у Бога благословения, и понимать, что благословения приходят в жизнь человека через что-то. Через соблюдение Божьих заповедей, Божьих законов. Я верю в это. И я сегодня хочу просто показать, что очень часто лишает нас, как верующих людей, благословения. Почему мы по обетованию народа Божия, царственное священство, должны быть в Божьем благословении, должны всегда переживать особое Божие действие в нашей жизни, во всем и в мелочах. Но почему-то не всегда это приходит в нашу жизнь. Иногда с нами что-то случается, и мы думаем, Господи, ну почему так? И я верю и понимаю, что это происходит, просто мы что-то недоделываем, или мы что-то делаем не так. Конечно, у Бога есть милость для нас. Бог милующий. Он милует человека. Но Он также и хочет благословлять человека. Итак, давайте мы посмотрим на один текст, и потом еще на другой текст. Мы посмотрим, что же может лишить нас Божьего благословения. Книга Откровения, 2 глава. Прочитаем несколько стихов из этой книги. И вот с 14 стиха, где Христос, Он обращается к Пергамской церкви, к пастору Пергамской церкви, и Он дает некое такое наставление, даже замечание. Посмотрите, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, и если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Посмотрите, Господь четко и ясно говорит о некоем учении, которое пребывало в церкви и за которое некоторые люди держались. учение, которое появилось еще и со времен Ветхого Завета, еще во времена Моисея. Что же это за учение? Учение Валаама. И о чем оно говорило, это учение? Это учение, оно вводило в соблазн народ Божий. И в результате этого соблазна народ Божий ел идоложертвенное и любодействовал. И результат этому приходило в их жизнь проклятие. Понятно? Ясно? Теперь давайте мы посмотрим Ветхий Завет и вот вернемся в те события. Вот 25 глава, книга Чисел. Посмотрим, как это происходило. 25 глава, книга Чисел, первый стих. «И жил Израиль в Ситиме и начал блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвой их, и кланялся к богам их. И прилепился Израиль к Валфигору, и воспламенелся гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисей, возьми всех начальников народа, повесь их к Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». То есть, посмотрите, народ израильский вышел из Египта, и они были в благословении. У них было очень много денег, богатств, скота. Они не сеяли и не жали хлеб, падала манна, из скалы текла вода. То есть, этот народ был благословен. Можете себе представить, идет повествование, обувь не снашивалась, и одежда не ветшала. Просто представьте, вот они 40 лет ходят в одних и тех же сандалях, и они не снашиваются. В одной и той же одежде, ничего не рвется. Благословение это? Конечно, благословение. Я помню, как я попал в какую-то вот кабалу, но не мог. Вот куплю себе туфли, месяц, бах, то каблук отлетит. Еще куплю, то подошва отклеится. Думаю, Боже, да что ж такое? Смотрю на некоторых, говорю, сколько у тебя туфлям лет уже? Да лет пять, наверное. Я говорю, ну вот он носит лет пять. Ну хоть бы что. Но я же уже устал покупать. Вот вы понимаете, евреи, они шли, они были в благословении. Это было особое Божье действие. Это не было что-то такое, ну качественную обувь ты купи себе, пойди. Такого не было. Это было действительно особое Божье действие над всем Израилем. И вдруг что-то происходит, вдруг Господь пламенеет таким гневом и поражает израилетян. То есть приходит процесс обратный. Приходит такое проклятие. И он даже говорит, вот что нужно сделать. Нужно всех начальствующих, за то, что они вот просмотрели, за то, что они допустили это, вот повесь их на солнце. Гнев мой отвратится. Такое страшное состояние. А почему? Из-за чего? Мы к этому идем. А потому что Израиль принял вот это учение Валаама, которое он научил Валааку. Ну, кто такой Валаак? Валаак царь Моавитян. Царь Моава. Это народ идолопоклонники. Поклонялись идолам. Возносили жертвоприношения, сжигали людей. Ну, ужасные вещи. Далеки от народа Божия. И они пошли войной на Израиль. И этот Валаак, царь Моавитский, он увидел, и он понял, что он не сможет одолеть евреев. Они особенные. Он видел это. И тогда он думал, думал так, ну, надо позвать какого-то человека, который вот обладает Божьей силой такой. И пусть он их проклянет. И вот когда он их проклянет, тогда мы спокойно можем одолеть этот народ. То есть, представьте, Моавитский царь, язычник, он понимал, что невозможно одолеть народ, который находится в благословении, который находится в особом, ну, Божьем, в особой Божьей благодатисти. Он понимал. И он думал, ну, надо, чтобы пришло в их жизнь проклятие. Что делать? Надо проклясть. И он посылает там гонцов к Валааму. Это такой пророк, обладающий силой. Прокляни. Он говорит, нет, не могу. Они его уговаривают. Заманивают его там. Помните эту историю? Он садится на ослицу, такой, обольщенный деньгами, подарками. И ослица его то к стене прижала, то к винограднику, то упала под ним. Потом уже в конечном итоге человеческим голосом заговорил, у него глаза открылись, что перед ним ангел, что ослица просто жизнь ему спасла. И Бог тогда ему сказал, говорит, ну, ты головой соображаешь, если я благословил народ, кто может его проклясть? Вот это тоже для нас урок. Если мы находимся в Божьем благословении, никто нас не может проклясть. Они могут проклинать нас там, иголочки подсовывать там нам. Я помню, мы жили в Любино, когда там находили разные иголки какие-то, знаете, колдовские там бывают, на смерть там, то ли порчу какую-то. Не действует оно. Если мы Божий народ, если мы находимся в Божьем благословении, если Господь нас благословил, никто не может нас проклясть. Слава Иисусу! Вот это важно понять. И поэтому Бог ему говорил, Валаам, у тебя ничего не получится. И он испугался тогда. Ну и Господь ему сказал, хорошо, ты иди, но все-таки сделай то, что я тебе буду говорить. Вот он пришел, и Валаак его просит, этот царь Мавицкий просит, говорит, слушай, ну, прокляни. И он вышел, увидел этот Божий народ, и Дух там, Святой на него сошел. И он начал говорить, невозможно проклясть народ. Этот благословенный взял, и вместо того, чтобы проклясть, он народ этот благословляет. И Валаак ему говорит, ты что ты делаешь? Я тебя позвал проклясть, а ты, значит, его благословляешь. И ему Валаам говорит, невозможно, невозможно проклясть то, что Бог благословил, Невозможно. И так было несколько раз. Но что делает Валаам? Он подсказывает Валааку, он говорит, проклятие может прийти в Израиль в том случае, если народ Божий увести от истины. Тогда он станет слабым. Потому что Бог отойдет. Бог уберет свою руку от этого народа. И вот об этом учении Иисус говорит, учении Валаама. И он учит Валаака. Он говорит, я знаю, что нужно тебе сделать. Тебе нужно ввести в соблазн израильский народ. И жили два народа рядом. Моавитяне, неверующие люди, язычники и израильтяне, люди, чтущие Бога, по соседству. И начали женщины ходить в гости. Красивые, добрые, умные, ласковые, но язычники, но поклоняющие язычницы, но поклоняющиеся Валу. Начали соблазнять мужчин. И что делали евреи, мужчины? Они соблазнялись, они брали их. Вы знаете, когда мы читаем Новый Завет, то Бог через апостола Павла очень четко и ясно говорит, что жениться и выходить замуж можно только в Господе. То есть, если жениться, то так только на человеке, который в Господе. Если выходить замуж, то только за человека, который в Господе. Нельзя. Он говорит, нельзя за мирских выходить, за неверующих нельзя. И это сохранилось до сих пор. А что происходило? Женщины начали соблазнять мужчин. И мужчины начали брать этих женщин. И там есть продолжение, история Финес, который на глазах у всего народа взял женщину-моавитянку, ввел ее к себе в шатер на глазах у всего народа. Ну как? Ну как? Ну такая красивая, такая умная, такая добрая. Ну да, язычница она. Ну поклоняется она идолам. Ну да. Ну ничего, я вот на ней женюсь. Я сделаю из нее христианку настоящую. Да? Что вы мне говорите? Вот женюсь и все. Но ничего не получилось. Посмотрите, здесь написано. Народ начал блудодействовать с дочерями Моава и приглашали они, вот эти дочери, народ к жертвам богов своих. В свидание она говорит, приходи. Куда? На свидание. А куда? А вот у нас там будет вечеринка. Туда приходи. Там будет жертвоприношение. Вот там с тобой увидимся. И они начали приглашать. А те приходили. И дальше потом и ели жертвы их, и дало жертвенное. И дальше. И кланились богам их. И бог это увидел. Он увидел, что евреи уклонились, и его гнев воспламенился. Вот вы понимаете, да? Произошло такое в этом учении Валаама, произошло такое смешение. То, что Господь говорил, ненавижу. Смешение святости и смешение греха. Смешение то, что Богу нравится и то, что Богу не нравится. И вот это смешение, оно лишило Израиль Божьего благословения. Пришло проклятие. Ну, слава Богу, там Библия описывает, что были такие люди, которые, они не соглашались с этим, они понимали. И когда Финес, сын Елеазара, Аарона, представьте, сын священника, он увидел, что такое происходит, взял в руку копье свое, и он пошел. Вслед вот одного из израильтян, который публично при всех ввел себе в шатер, в спальню, и он вошел туда и поразил обоих, и израильтянина, и женщину, в чрево ее. И тогда прекратилось поражение. То есть, вот это смешение, вот этот соблазн привел к тому, что рука Господня отошла от народа Божия, народ Божий ослабел. Моавитяне взяли вверх, пошло поражение. И это бы и длилось, и длилось, пока вот Финес не принял такое конкретное решение, не умертвил копьем. Это нечестие. Заметьте, и израильтянина, и моавитянку, обоих одним копьем. Вот это показывает и говорит там о том, что в нашей жизни не должно быть никакого смешения. И я не говорю сейчас только вот, только именно о том, что жениться за верующих и выходить замуж. Не только об этом. Очень много таких соблазнов вокруг нас. Я помню, когда, ну, еще мы только уверовали, то в христианстве такое ходило. Вот у человека воровать нельзя, а у государства можно. Государство ведь не человек. И вы знаете, такие оправдания находили. Ну, как я столько работал на государство, я столько работала на государство, а мне какую пенсию. Вот я сейчас и свое возмещаю. Такое смешение. Потом приходило в жизни этих людей проклятие. Очень много мы можем наблюдать. Очень много. Похожих вещей. Поэтому мы должны вот следить, мы должны понимать, что есть Божье Слово. И если мы хотим иметь благословение в Господе, чтобы Божья рука была, мы должны точности исполнять то, чему учит нас Господь. То, чему учили нас апостолы. Это правда. И если этого не происходит, мы не будем иметь благословение. Погибнем, но нет, но благословение иметь точно не будем. Поэтому не должно быть никакого смешения. Никакого смешения. И служители, конечно, должны бороться. Это и служители, и диаконы, и руководители служения, и домашний групп. Они должны бороться и следить за тем, чтобы вот это учение Валаамова или учение Николаитов о таком смешении, о таком, знаете, состоянии. Ну, да ничего страшного в этом нет. Вот сегодня уже доходит до нас, и разводы они такие становятся. Ну, а что здесь такого? Ну, ошиблись супругом, ошиблись супругой. И как бы мы все на это смотрим, лайкаем там третьему браку, который уже произошел. Лайки ставим в интернете, радуемся за них, ой, радуемся за нас. Чему вы радуетесь? Третий брак уже у них. В церкви третий брак. Чему вы радуетесь? В горе волосы надо рвать и плакать. А мы радуемся. Вот так оно и приходит. Вот это учение захватывает нас. И потом мы задаем вопрос и спрашиваем, ну, а почему Бог не благословляет нас? Почему? Поэтому, братья и сестры, еще и еще раз я вас настораживаю. Бог желает благословлять нас. Это правда. Божие благословения приходят через послушание Божьему Слову. И если мы уклоняемся от истины, Если мы позволяем чему-то быть в нашей жизни, мы не будем иметь благословения. Мир сегодня, ну, такой хитрый, хитро обольщающий нашу жизнь, жизни христианина. Но мы должны четко, у нас должны быть четкие границы. Вот я очень часто говорю, вот заповеди Божии, которые дал нам Господь. Их достаточно много. Почему Бог дал нам? И у нас сразу такое, ну, вот заповеди, это как будто такое, что Бог меня вот в этот угол запер, Он не дает мне ни вправо, ни влево, то есть как бы сдерживает. Но на самом деле Божьи заповеди, которые Господь дал, они даны нам, чтобы сохранить нас от беды, чтобы сохранить нас от проклятия, от пропасти. Это не ограничение, это забор ограждения от пропасти. Если мы так будем относиться к заповедям Божьим, мы можем сохранить нашу жизнь от великих падений, проклятий и так далее. Аминь, братья и сестры. Поэтому возлюбите Слово Божие, полюбите Божью заповедь, исполняйте, старайтесь в точности, что написано. Не допускайте какого-то непрощения. Так бывает, мы обиделись на человека, живем с этим, не хотим простить. И потом мы не замечаем, как эта обида, она перерастает в непрощение. Мы уже просто не можем простить этого человека. Уже нужно что-то особенное, чтобы произошло. Уже особенная молитва нужна, особенный разговор, особенное какое-то действие, чтобы разрушилось это непрощение. Человек уже не может простить, просто не может. Уже сам страдает, но уже попался в эту ловушку. А ведь нужно было просто в самом начале, обидели тебя. Отпусти. Простить. Не затягивать этот процесс. Не затягивать. Пусть Господь нас хранит и благословит нас. Аминь, аминь. Еще раз. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Балаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и прелюбодействовали. Научил Валаака. Научил Валаака. Пусть Господь нас благословит. И сохранит нас от этого. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...